господи иисусе христе сыне божий помилуй меня грешного номер 100 вопросы и события дня задавайте вопросы 20 марта 2016 года дальше сами считайте это как эпиграф взята кругом измена трусосе обман отсюда сергианство слепление с властью и проще что делается и в каждом человеке может это завестись эта проказа ну и дальше я не бываю нигде в контактах а туда пишут не пишите туда мне пишите прямо на наш форум вы увидите дальше а то переносят модераторы сюда а потом я пишу они обратно ну и понятно ну и объявление помогите кто может краткое содержание дать на ролике три члена служа 4 помогали насчет они много у нас очень материалов-то много вот считайте о чем тут написано ну а теперь вот это вот вот это на нашем сайте не на форуме на сайте вот эти материалы видео в аудио перевести вот в эти системы надо вот 7 пара параметров и тогда выставим ну и дальше у нас идут занятия вот как нужно позвонить ему в среду в пятницу то все сказано тормозните ну и так как сейчас идет пост наши утренние отчеты за прошлый день короткие сегодня 21 марта равноденствия и вот о пасхе все спрашивает как после равноденствия должно быть не меньше 14 дней упускает это из виду до первого полнолуния если полнолуния на 12-13 день значит пропускается еще место это вообще куда махнет и дальше все эти условия после полнолуния должно быть не меньше трех дней до воскресенья и в первое воскресенье полнолуния в субботу будет еще неделю отмахнет поэтому лунный календарь перевести на юлиановский там григорианский 532 года идет цикл когда опять те же самые числа будет идти пасха андрей карта шоу добрый вечер подскажите если на вашем сайте информация о крещении младенцев что-то пока не нашел нужно ли крестить младенца или лучше во взрослом состоянии лучше во взрослом состоянии если родители не верующие если родители верующие все исполняет конечно крестить детей надо дети должны быть крестился дописано и корнилия весь дом ее крестилась там лидия весь дом ее все такие примеру говорю уже доказано многократно тут найдите зарядите на нашем сайте на везде как крещение там все описано и на сайте и на форуме потом многократно я это скрываю фамилию потому что который нас преследует слову сказать вот преследует мы сегодня 21 марта считали утром девятый псалом прочитайте его он прямо в руку идет как они что делают преследует бедного ну не они бедные я бедный это я за ними не гоняюсь они за мной гоняются там всякие разные все sd наконец прямо уже саварбек там джебраил из сады сатана дьявол и все время это на какую-то эту фамилию обязательно с или на д на меня нападают почему господь это допускает с да я уже осенью говорил и так и идет и наконец в одной фамилии совмещается и вот он пишет этот человек миром агнатий тихоныч вчера получил книги очень доволен большое спасибо также прислал на ваш счет пару рублей для пащенко за его труд в виде благодарности вот номер номер я убрал чтобы видно было так в этом и он о чем говорит что человек не в россии также спасибо вам за роспись имеют ввиду подпись попросил обязательно получал книги теперь снова вписывает и чтоб я подписал книги ну роспись это подпись я подписал его от автора теперь когда отправляете книги в пакетах то саму книгу обматывайте какой-то бумагой от удара вышвыряния внутренняя краска пакета отпечатывается на книгах думаю если бы книги по качеству слабее были слабее то развалились бы слава богу за все то есть есть разные способы переплета есть сшитые или склеены у меня все до одной книги 38 изданных мною книг все сшитые но самый лучший способ это на шнуры у меня все книги на шнурах сшитые старинный метод и тут предлагает сделать как бы урок такой для всех я не знаю надо это или не надо как переплетать свои документы письма разные варианты есть такие что я сам как бы дошел до этого необходимо называем мраморная крошка вот не мраморная там а это капроновая крошка как вот если бы ответов много было сказали провести то я провел бы специальная почти можно сказать профессиональный переплетчик-реставратор старых книг и много раз проводил курсы в университетах то есть у меня сотни переплетчиков вышли все это бесплатно бесплатно а переплетал это уже что-то зарплаты государственные документы организации на автобусах привозили книги я работал много вот один пишет иван здравствуйте дорогой Игнатий Тихонович с вами знакома заочно уже давно я раба божья марина очень нужен совет в духе и истине пишу вам из Украины Луганская область вопрос стоит стоит ли в пост покупают дом для жилья или если есть возможность подождать вопрос для нас острый мы долго искали объявление подходящие найдя боимся что могут перекупить стоит ли заниматься куплей продажей в пост пости Христос и дай вам бог здравия никаких ограничений нету в пост я не знаю почему такой вопрос возник тем более вы поститесь молитесь самоподходящие в таком состоянии хорошем злиться там не будете или наоборот не знаю но нет хорошо смотрите посоветуюсь с людьми какой дом покупать главное смотрите фундамент если фундамент треснут и не берите вы будете плакать с этим домом фундамент главное это фундамент если он с арматурой сделан залитый крепкий все остальное поправимое фундамент основание андрей ученик брат игнатий приветствую вас любовью господа нашего иисуса христа иногда смотрю ваши ролики согласен во многом особенно с вашим мнением о внешнем виде христианина как прекрасные сестры платках и благочестивых юбках как фундаментально целомудренные братья с бородами у нас городе московской области священники ходят с модельными прическами борды пострижены скобочкой матушки красят волосы ногти на руках и ногах и приговаривают главное не внешнее внутреннее главное то внутреннее но внутреннее то какое оно вот он и проявляется во внешних проявлениях мирские это люди никакого отношения они к сверке может и не имеют глупые люди не понимают что одержимы грехом тщеславия потому что им страшно выйти на улицу и выглядеть отделенными святыми от этого мира златоуца много об этом говорит как они украшают себя проще прямо бьются бьются и бьются а каком еще спасение не могут мечтать записывайте больше роликов о внешности христианина и знаете во что это вылилось на батюшку кавычка никакой не батя не отец было два заявления в полицию это про того которого модельная стрижка борода скобочкой одно заявление за избиение подростка второе за избиение теща вот тебе борода скобочкой вот тебе и важно не внешне внутреннее я 23 года во христе и на сто процентов знаю что у человека в душе то и на лице благословит вас бог вот я сейчас маленько отвлекусь и покажу ничего это не значит значит что то посмотрите я показал бы когда я был в тюрьме обороде вот здесь зарядите обороде есть вот фотография вот мне здесь 23 года вот считай город венспилс прочитай латвия венспилс 1962 год 23 года знакомство со святой библией вот в это время 27 сентября в этом году я впервые в жизни увидел библию подарили мне в этот вечер я покаялся на дому был у еремеев дальше знакомство святой библии покаяние обращение к христу работа моряком учеба в высшем мореходном училище города рига вот как у меня и на паспорте на военном билете даже есть 23 года не пострижено ничего такое какое есть где говорят так это вы не узнают еще бы конечно я в америке метрополит виталий сегодняшний первый эрар а это я в армии в это во флоте был тут отзывы да и смотри какой отзыв так на тихоныч это вы какой красивый но это время конечно армия тебя просто попутно сказать это сколько глупостей то было сделано пошел записывается во французский регион в армии был война была в алжире пошел к командованию а для чего язык улучшить по-французски самостоятельно занимался дурнее ты ничего не придумаешь но и дальше на службе у меня все это описано где-то это один и тот же человек все это так вот теперь я возвращаюсь назад сейчас я тут гляну даже не знаю куда поехал давай дальше юрий соболев столько плодов от ваших трудов игнатий тихоныч даже тут у нас без ваших наставлений по милости божией ничего этого не было поклон вам и благодарность от нас спаси христос я не знаю о чем юрий говорит какие плоды ну хоть маленько то поясняйте я не знаю даже это но практически вот сказать все бы может уже но немножко посмотрим еще нам пришло по нашему форуму даниил доброго вечера у меня к вам вопрос обращались ли к вам по поводу велесовой книги или приходилось ли вам вести полемику с неоязычниками никакой велесовой книги нет она написана здесь там николай левашов автор это известно сегодня а с тех времен ничего нету все это обман обман притом галимы вот об этом хорошо говорит отец андрей ткачев прямо но грамотно а я то чего он все это исследовал и другие но не задорно уже верит этому кривляки нет ничего с неоязычниками ни разу не спорил безбожники и все чёрт какой какая вера то во что верят то в истуканов деревянного смешно даже смотреть да то умирать то будешь куда пойдешь не верующий в сына божий не имеет жизни но гнев божий пребывает на нём мука вечный и ад что ему говорит прими христа вот с ними с такими говорил апостол павел нет у тебя вверх что за тебя сын божий умер иисус христос с ними разговаривать то о чем безбожники ничего у них нету какая там ну даже нравственность какая-то там и форма сохранилась что-то старинное не ищут это можно как казаки сегодня одевает формы актер не по актерничать можно но ничего этого не будет и нету роман роман здрасте гнать тихоныч вот материалы по молитве ефрема сирина то есть почему поменяли слова в молитве я не пойму почему два раза слова роман встречая допустим один раз другая там наталья наталья два раза то почему это потом очень много встречается два раза одно и то же имя повторяется роман роман то ли нажал не туда так нет ну по молитве крема сирина я уже много говорил об этом повторять не буду что у старобрядцев до никоновской два варианта там есть главное что выбросили серебролюбие серебролюбие жадность выбросили слово но я его нашел что в любоначале они оставили его любоначале а за из этого идут и деньги ну будет депутатом начальником где-то но на скрытое не видно потому что главные болезни это корысь и трусость трусость и корысь все покрытое там и люди будут погибать через тщеславие и сластолюбие как кукша там говорит другие осы вот оно все такое сегодня есть кто нападает еще посмотришь я повторяю сегодня утром читали девятый псалом прочитайте почему слово божие живые 10 оно прямо непосредственно ко мне про меня там написано я бедный они притаиваются подглядывают что они делают это прям будто утром я его написал не давид это писал то я описал они-то не могут мои гонители это написать и даже во время поста не останавливается ни перед чем по-прежнему дует ту же дудку sd sd вот пришел на букву s и задавил задушил митрополита филиппа кто скуратов а у него видимо потомки есть по той же самой фамилии где-то обязательно что-то в этом есть где-то идет был такой граф блудов фамилия то какая здесь был священник погибло уехал сейчас санкт-петербурге погибло фамилии то давали по каким-то качеством или красивые там или какие то есть нежные фамилии то евреи такие любят фамилии они разные кроткий тихий смиренный то есть делают фамилии а на самом деле так то они такие кто и знает что вот у меня никита колесников но насчет чем занимались предположительно что кузнец какой-то был колеса делал по отдельной отрасли вот что там пащенко может быть пасанных какой-то был моя фамилия я говорил у тетки узнавали как это у меня был дед прадед какой-то был каллиграф писал на деньгах только расписывать и к нему обращались люди с жалобами он писал на его высчитывали он мог составлять это у парадного подъезда которые приходят с просьбами тогда он писал ногой зажмет и ногой есть такие люди пишут ртом его прозвали лапка лапкой пишет и фамилия когда давали и на нем так а вот и лапка за ним прозвище такое было никакое отношение не к лапке не клапам не имеет ну и вот покажу сейчас это в моем мире вот как вижу видеть наш лист эта страница там другие странички модераторы делают копируют вот она как в шапке я просто и здесь сколько у нас видео 2800 до 825 видео вот и фотографии 18 тысяч приходите смотрите сюда здесь очень много добра кроме того у нас есть вот он сайт громадный тяжеловесный сайт 50 книг только в аудио вот звук и видео толкните все найдете здесь все книги здесь вот новый завет что-то первый том еще там не подправит нет никак не выходит и вот эти книги открыты и проповеди больше тысячи моих проповедей а это вопросы ответы вот сколько находить надо и вот наш православный видеоканал вот тут больше четырех тысяч уже 250 примерно 4250 видео канала этих роликов на все они наши и вот если ткнуть здесь главное тут выйдет вот такое вот на каждый день один добрый человек нашелся верующий и то что я насчитывал когда-то жития святых 12 тому димитра ростовского он их берет и обрабатывает и они выглядят ну можем посмотреть хотя бы один вот смотрите как выглядит допустим я его нажимаю немножко можно глянуть а то на сегодняшний день там включи свет и 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 восьмое марта страдание святого священномученика феодорита пресвитера антиокийского Великим царем Константином и сыном его Констанцием в Антиохии Сирийской была воздвигнута и богато украшена соборная церковь. И они здесь все вошли. 1173 жития. Значит, 1173 ролика может быть здесь. Все на этом сегодня. Мы сейчас из книг, из наших темы, которые я освещал, потеряем, и мы сейчас готовим ролики из них. Благодарю Никита. Во славу Божию. Всего Христа.